Всем привет! Меня зовут Михаил Усов, я профессиональный клоун, я работаю в цирке Дюссалей шоу Тотем. И также я автор книги «Невидимый клоун» или «Как не бояться быть собой». Сейчас я вам покажу эту книгу. Мне все еще очень эмоционально, очень здорово держать эту книгу в руках, хотя она уже вышла, может быть, месяц или два месяца назад в Alpini Publisher. Мне все еще это нравится, все еще трепетно это держать, просто невероятное событие, то, что я написал эту книгу. И немножко я даже этим хвастаюсь, мне это очень нравится. Вот. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как не бояться быть собой, как не бояться выступать на публике. Как не бояться публики? Как выходить без вот этого чувства, что вы боитесь этой публики? Я хочу поделиться своим собственным опытом. Я на сцене уже 36 лет, и последний из них, как я сказал, уже в цирке Дюссалей. И почти каждый день у меня есть шоу. Вот это было до пандемии. Сейчас, конечно, у нас есть небольшая пауза, но все равно это все уже потихонечку возвращается, и мы опять начинаем выступать. И ситуация та же самая возвращает. Что-то внутри нас хочет успеха. И более того, вся философия жизни нацелена на успех. Это и есть причина нашего страха. Мы действительно боимся выступать на публике, потому что мы боимся, что у нас не будет успеха. Это очень просто. Очень просто. И в то же время, когда вы это понимаете, вы начинаете думать, а что же поставить вместо этого успеха. Но я вам скажу, что по моему опыту, я же ведь клоун. И ведь все думают, что когда ты выступаешь на сцене, когда ты клоун, тебе нравится, когда публика смеется. Действительно, мне это очень нравится. Но когда я обнаружил, что я очень завишу от успеха, и то, что я не могу донести до публики свою клоунаду, свои номера, свою идею этого номера, только потому, что я слушаю аплодисменты или смех публики, я тогда решил перестать слушать реакцию публики. Смеется она или не смеется. Ведь когда мы слушаем реакцию публики, мы становимся попрошайками. Я вам сейчас буду показывать слайды. Вот посмотрите. Вот видите, это я выступаю. Это, кстати, художник, замечательный художник нарисовал эти все слайды. Энджел Эдди Горас. И видите, он знаменитый карикатурист в Испании. И вот когда вы ждете, когда вы слушаете, когда вы ждете аплодисменты, когда вы слушаете эти аплодисменты, когда вы сравниваете свой успех со вчерашним днем, или вы боитесь, чтобы этот успех не повторился сегодня, или вы думаете о завтрашнем успехе, вы все время думаете, завтра будет успех, или я все время так же думал, завтра будет успех. Все, что мне сделать для того, чтобы завтра был успех. И таким образом мы попадаемся на крючок успеха. И вся философия жизни, как вы знаете, она настроена на этом успехе. Я в принципе думаю, что я ничего не говорю вам нового, но я просто пытаюсь, чтобы вы не слушали аплодисменты или не слушали похвалу в вашу честь, а просто выступали. Что можно поставить вместо вот этого попрошайки? Видите, на картинке попрошайка написано. Попрошайка это в тот момент, когда, допустим, публика смеется и вам нравится, что она смеется, вы еще дальше начинаете делать огромные паузы и таким образом теряете ритм своего выступления. Когда вы теряете ритм своего выступления, то следующий шаг, я вам обещаю, уже будет публика не будет смеяться, потому что, когда мы выступаем, очень важно иметь тайминг выступления, что выступление должно происходить вовремя. Не запаздывайте, не медленно, не быстро, а вовремя. Поэтому, когда вы же слушаете аплодисменты, вы теряете драгоценные секунды и следующий момент уже упускаете. Так что же можно поставить вместо попрошайки? Да, да, еще хочу вам сказать, что успех, ориентироваться на успех это совершенно неправильно, потому что он это никуда не ведет. Ведь, когда мы выступаем на публике, в зале может произойти, в зрительном зале, все что угодно, может ребенок начинать плакать и вся публика начинает смотреть на ребенка и не на вас. И вы теряете, у вас уходит фокус и естественно, что следующий гэг, следующая шутка уже не проходит и никто не будет смеяться. Или же техник забыл включить микрофон и где успех? И вы попадаетесь опять же на тот же крючок, что вы начинаете паниковать и вы попадаетесь на этот момент попрошайки, потому что вам важно очень, как публика думает о вас, что она о вас думает, что думают о вас ваши коллеги за кулисами. А если в моем случае, когда приходили и смотрели меня какие-нибудь знаменитые клоуны, я помню, я просто выступать не мог, все столбенело, или когда твоя мама сидит в зале, все столбенеет внутри тебя, потому что ты ждешь признания от своих коллег, от своей мамы или от публики. Вот это вот поиск признания, поиск успеха, это становится нашей преградой. И это и есть, почему я написал попрошайка, мы становимся попрошайкой, попрошайка успеха, вы становитесь попрошайкой успеха, вы просто оказываетесь на крючке этого успеха. И успех от вас убегает, потому что, как я вам уже сказал, что сегодня у вас есть успех, а завтра его нет. Кто-нибудь техник неправильно что-нибудь сделал, на вас не дали свет вовремя, вы в темноте оказались, и все, никто не смеется, никто не хлопает. Ребенок закричал, все то же самое, в зале появляется собака какая-нибудь, или муха прилетает огромная, и все, все смотрят на эту муху, и не на вас. Так что же можно противопоставить этому попрошайке, этой картинке? Да все очень просто, все очень-очень банально. Нужно поменять мотивацию. Вместо того, чтобы просить аплодисменты у публики, просить смех публики, я просто выхожу с моим внутренним мотивациям, служу. Вот вы знаете, когда мы приходим на день рождения, то мы просто приносим подарок и надеемся, что наш подарок понравится. Мы просто дарим подарок, поэтому то же самое я думаю, что нам нужно делать с нашими публичными выступлениями. Просто подарить выступление публике, просто как будто бы. Вот у нас в цирке Дюссалей 2750 человек, я выхожу с внутренней установкой. Подарить свое выступление, подарить свои 8 минут для этой замечательной публики. Подарить как подарок на день рождения, как будто у всей этой публики 2750 человек день рождения сегодня. Я просто дарю свое выступление публике. Причем дарить нужно, если у вас энергия от 1 до 10, скажем, да. Если у вас энергии только на 3, ну и дарите ее только на 3. Если только на 4, дарите на 4, на 5, на 5. Не нужно претендовать по последней энергии на 100. Некоторые режиссеры говорят, что вы должны выступать на 100%. Абсолютно не согласен с этими режиссерами. Такое впечатление, что эти режиссеры, которые вам так говорят, никогда сами не выступали. У меня 10 спектаклей в неделю. И если вы выходите, вы рвете себя изнутри, то, во-первых, это очень опасно. Один раз я вам расскажу, такой пример был у меня в Амстердаме. На премьере я полмал даже ногу. Потому что я хотел быть смешнее, чем я есть на самом деле. В зале было очень много замечательных, знаменитых людей, мировых звезд. Потому что наш директор, наш босс цирка Дюссалей Геа Либерте пригласил политиков, пригласил звезд. Это была премьера, это было в 2010 году. И я захотел вдруг стать еще смешнее, чем я есть на самом деле. От такого напряжения я подвернул ногу, а потом ее сломал. Немножко сломал, но я вылетел на полтора месяца из гастролей. Только потому, что я начал выступать на 10, на 100%, как нас и учили. Я не хочу обвинять сейчас никаких наших тренеров, которые нас учили. Наших котчев или наших режиссеров, артистик-директоров. Но я хочу вам сказать, что от 1 до 10. Если у вас энергия на 1, просто дайте 1. Просто улыбнитесь публике, этого будет достаточно. Публика очень чувствует, что вы хотите ей что-то дать. В то же время, когда вы находитесь вот в этой позиции, в попрошайке, вы берете у нее, высасываете, как пылесос высасывает пыль, так вы высасываете энергетику у публики. Поэтому в моем случае, я уже понял очень хорошо это вот лет 10 назад, что лучше просто служить, отдавать свои выступления публике, дарить свои выступления публике. Просто мотивация настолько хороша, что эта внутренняя установка настолько хороша, что кому-то нравится ваше выступление, кому-то не нравится. Но у вас настолько искренняя мотивация была отдать, а не взять, что вас никто не осудит за это. И это все видят, это все чувствуют. Итак, для меня это первое правило. Михаил Усов, я говорю сам себе всегда, служи. Второе правило, очень интересное, которое пришло ко мне. Я ведь клоун-жонглер, и я жонглирую пинг-понговыми шариками. Я вам покажу сейчас картинку следующую. Видите, пинг-понговый шарик, и на кастрюле я отбиваю этим пинг-понговым шариком мелодию. Пинг-понговый шарик бьет по кастрюлям, возникают звуки и разные ноты, и у нас возникает даже мелодия некоторая. И это очень хороший, людям очень нравится этот номер. Но это же жонгляж, понимаете, все жонглеры роняют, я тоже ронял раньше, и сейчас иногда роняю. Что я нарисовал? Я, видите, написал Михаил Усов. Я вам немножко позже объясню, почему, что это такое. В общем, сейчас я вам могу сказать, что приходят мысли к тебе в голову, приходят просто мысли, которые говорят, сейчас ты уронишь шарик. Просто мысли, сейчас ты уронишь. И если ты следуешь и слушаешь эту мысль, то тебе, то у тебя действительно падает шарик. И тебе приходится поднимать, и когда он падает, естественно, ты опять переживаешь за свой успех. Но когда ты отгоняешь эти мысли и говоришь, нет, уходи, я здесь хозяин, не ты хозяин. И таким образом шарик остается, и ты больше уже не роняешь, я уже не роняю. У меня сейчас, по статистике, я роняю где-то шарик два раза в год, примерно, не больше. Только потому, что я отгоняю мысли. Вот. Я назвал второе правило. Отдели себя от себя. Когда я выхожу на публику, я понял, что клоун и Михаилусов, мое имя, это две разные вообще категории. Почему? Вы знаете, в России у нас есть такое выражение, клоунами невозможно стать, невозможно научиться быть клоунами. Нужно родиться клоунами. Клоунам нужно родиться, говорят. Правильно? И я уверен, что все люди на Земле рождаются клоунами. Вот посмотрите на детей. Я скажу, до лет 7-8, ну до 9. Это все клоуны ходят, настоящие клоуны. Они очень активные. Дело в том, что у меня были мастер-классы, я проводил, для разных детей по всему миру. И у меня было, обычно нам дают две группы детей. Одни дети это 6-7-8 лет, другая группа это 9-10-11-12 лет. И вот во всех странах та же самая картина. Я даю задания, но только я люблю, когда дети сами создают что-то, сами придумывают. И вот в одно задание было такое, что, допустим, одна часть тела лидирует. Допустим, лидирует палец. И от пальца вся энергия идет к вашим ногам. И ноги начинают лидировать. И вы начинаете идти, ваши ноги идут от этого пальца. Или от живота, или от уха, или от глаз. Но только я попросил детей очень простую вещь. Чтобы они сами придумали свою, каждую свою часть тела. Так вот, дети 6-7-8 лет. Мне показали, каждый показал свой собственный пример. Один стал гусеницем. Сказал, что у него лидирует голова, и поэтому он ползет. Другое колено. И он начал ходить, как Монти Пайсом. Не знаю, если видели, в Министерство кривых походок он начал ходить. Этот мальчик, помню, как сейчас он, начал ходить, кривить колено. У другого с носом что-то случилось. Он стал как собаку все вынюхивать. И таких примеров было много. И в каждом, в каждой стране. Потому что мы работаем во многих странах. Мы работали в Новой Зеландии, и в Японии. И везде та же самая картина. И в Америке. И в Америке. А дети уже, значит, 9-10 лет. Скорее всего, 10, 11, 12 лет. А они боятся быть смешными. Они боятся выделяться перед другими детьми. Вот, допустим, я показал большой живот. Покажите большой живот. Показал большой живот, и все дети показывают большой. Все 12 человек показали большой живот. Показывают. Понимаете? Дети боятся выделяться. Боятся уже, чтобы другие дети подсмеивались над ними. То есть дети начинают какие-то боксами, обрастать боксами, обрастать шаблонами восприятия мира, и вот они растут, и эти шаблоны все больше и больше проявляются, а сам клоун внутри, то есть ребенок внутри себя. А для меня клоун этот и есть ты. Кто такой ты и есть? Вот этот внутренний ребенок, который внутри нас живет и очень хочет подурачиться, хочет немножко вырваться из этого всего, собственно из дюрьмы, которую мы поставили своими этими правилами поведения в мире. Кто же такой в нас поставил эти примеры поведения в мире? Почему я написал Михаилусом? Да потому что имя мое, когда я спросил сам себя, является ли Михаилусов клоуном, и вдруг я обнаружил, что нет, это мое просто имя, которое дали мне мои родители, когда я родился. Я не был рожден с этим именем. Давайте я свое имя поставлю, а вы свое поставьте, вы увидите так. Ваше имя тоже дали вам родители или кто угодно мог придумать для вас имя. И оно не является то, чем мы родились. Мы не рождаемся ни Ленами, ни Иванами, ни Петями. Мы не рождаемся этим. У нас нет имени, когда мы рождаемся. И вот у того, чего нет имени, я назвал это клоун. А то, когда мне дают имя, я назвал, в моем случае это Михаилусов. Потом Михаилусов начинает образование. Мои родители меня научили, что такое хорошо, что такое плохо. В школе меня учили, в институте нас учат. И мы начинаем везде учиться, что такое хорошо, а что такое плохо. И вот это вот то, что обучаемое, я все это присоединил к своему имени, к Михаилуусову. И получается, что... А то, с чем я родился, вот посмотрите, цвет глаз, волосы кучерявые, не кучерявые, конституция тела, то, с чем вы действительно рождаетесь, то, с чем вы и являетесь. Вот вы, именно вы, ваша индивидуальность. Никто другой такой нет. Вот отпечаток пальца. Это есть вы. Это я поставил клоуну, потому что клоуном невозможно научиться. Клоуном нужно родиться. И вот то, с чем я родился, это клоун. Поэтому перед каждым своим выступлением я убираю Михаила Усова от выступающего. Я прошу, чтобы он ушел в зрительный зал, чтобы он не мешал моему выступлению. В зрительный зал я его убираю, а не оставляю за кулисы. Тоже, потому что Михаил Усов должен... Его функция, я увидел, что он должен защитить себя от себя. То есть, как только Михаил Усов выпрыгивает на сцену и начинает советовать, сейчас у тебя шарик упадет или еще что-то, или публика сегодня плохая, а вот вчера была хорошая, сегодня публика плохо смеется. Если появляются вот такие мысли, то этот же Михаил Усов должен засечь эти мысли и отправить себя в зрительный зал, чтобы клоун в чистом виде, который вот он есть, чтобы он не мешал выступать выступлению. Я на самом деле в цирке Дю Салей у меня роль клоун-фишермен, клоун-рыбак. То есть, это значит, что у меня роль ловить рыбу. Это значит, что мой герой, мой клоун, даже не знает, что публика существует. Он просто ловит рыбу. Просто ловит рыбу. Он даже не знает, не понимает, что там есть 2750 человек. Он занят своим делом, он ловит рыбу. Вот. И когда Михаил Усов не мешает, то происходят вообще замечательные вещи. Впрочем, когда Михаил Усов не мешает выступлению публики, когда клоун оказывается на сцене или в манеже, неважно где, то что происходит? Рождается невидимый клоун. Вот посмотрите, Михаил Усов в зрительном зале, клоун на сцене, как я вам говорил, ловит рыбу, и появляется невидимый клоун. Невидимый клоун для меня, и я вот написал об этом книгу, это наше состояние. Это состояние, его невозможно увидеть ни глазами, ни услышать. У него нет запаха. Это просто наше состояние. Как, с чем это можно сравнить? Как это можно понять? Невидимый клоун любит красоту. Вот пойдите. Возможно, вы в Москве находитесь, возможно, в других городах или странах. Я советую посетить какое-то невероятное красивое место. Ну, поедьте в горы и сядьте на вершину горы и посмотрите вниз. Просто посмотрите. Вот первые 4 секунды вы испытаете состояние невидимого клоуна. Почему? Потому что наш ум отказывается даже понимать, что за масштаб и что такое он видит. Через 4 секунды, ровно, придут мысли. Вау! Невероятно! Но вот эти первые 4 секунды – это и есть этот невидимый клоун. Это и есть состояние, о котором я сейчас говорю. Поэтому я пытаюсь, когда я выступаю на сцене, я пытаюсь убирать все свои мысли, чтобы именно этот невидимый клоун смог появиться и смог быть. И он мог лидировать мое шоу, хотя он ничего не лидирует. Вот я узнал, для того, чтобы быть успешным клоуном, да даже не клоуном, любое дело, любой бизнес, который вы делаете, важны 3 фактора. Это тайминг, все должно находиться вовремя. Допустим, даже возьмите меня, я заключал в свое время контракты для того, чтобы работать в цирке. Если я не заключал вовремя эти контракты, если я откладывал, то находился другой клоун, всегда находился другой клоун. А если я сразу же подписывал этот контракт, то я не прочитывал этот контракт и не видел нюансов в контракте. И это тогда был слабый контракт, я проигрывал. Но если я затягивал с подписанием контракта, то кто-то обязательно находился другой. То есть, то же самое на сцене. Если вы делаете шутку и на одну секунду вы опаздываете с шуткой, то публика уже не смеется. Или же вы перетягиваете, одну секунду вы перетянули, публика уже не смеется. Поэтому все нужно делать вовремя. Тайминг это, если сравнить тайминг с человеческим телом, то это наш скелет. Вся конструкция, весь ваш клоунский номер или ваше выступление на сцене, все держится на правильном тайминге. Вы даже можете вывереть, вы думаете, что вы можете выпить стакан воды, когда вам хочется. Вы можете, но если вы выверите все, то даже стакан воды, когда вы пьете, это будет часть вашего представления. Это пауза. Эта часть, она очень важна для публики. Мой учитель говорил всегда, что не бойтесь паузы. Клоуны получают деньги за паузу. Я спросил, как это? Он сказал, что все очень просто. На сцене пауза в кассе зарплаты. Итак, смотрите, тайминг. Тайминг. Следующая характеристика. Я начал говорить про характеристики. Какие для любого выступления. Три характеристики. Это правильный тайминг. Вторая вещь. Это характер вашего выступления. Какой ваш имидж. Из чего создан ваш персонаж. Кто это? Тайминг всегда отвечает на вопрос, когда. Характер всегда отвечает на вопрос, кто это. О чем это выступление. Какая декорация будет вокруг вас. Какой звук. Из чего создано это все. Понимаете? Где вы будете выступать. У вас будет стол. Какая декорация. Как это можно поджубить. Из чего это состоит. Везде во всем этом очень много нюансов. И характер, если сравнивать с устройством человека, я сравниваю это с нашими мышцами. То есть, для нас. Если вы хотите быть здоровым, вам нужно ходить в фитнес-клуб, подкачивать ваши мышцы. Но то же самое с характером. Если вы хотите работать над своим имиджем, вы постоянно должны работать над имиджем. Какой он? Кто этот персонаж? Мы все время меняемся. Мы становимся взрослее. Изменяется наш возраст. Меняется наш темпоритм. Все меняется. И все должно соответствовать нашему новому имиджу. Кто мы? Кто мы сейчас? И публика. Публике должно быть это понятно. Кто мы такие? Когда она не понимает, она в замешательство. Она спрашивает, а кто это? А что это? И когда у публики возникает, а что это? Вот вопрос. И в этот момент, когда возникает вопрос, вы делаете шутку, и она не проходит. Почему? Потому что у публики возникает вопрос. То есть нужно эти вопросы решать сразу, чтобы публика понимала, с кем она имиджела, кто это и что это. Это характер. И третий элемент. Я его назвал состояние. То есть это наша душа выступления. Душа – это состояние невидимого клоуна. Без души ваше выступление – это как пластиковый цветок. Сравните цветок пластиковый и нормальный. Вы сразу же увидите большую разницу. И это то же самое происходит с нашими публичными выступлениями. Когда нет души, когда вы не даете ничего, когда за этим только техника, тайминг или характер, ваше выступление мертвое. Но когда приходит состояние, я его назвал невидимым клоун, когда приходит состояние невидимого клоуна, вам нужно немедленно забыть и о тайминге, и о характере. Потому что это настолько волшебное состояние, что оно само замечательно заботится о правильном тайминге, о характере. Оно просто появляется, и все появляется. И вы можете ничего не делать. Знаете, они говорят, некоторые клоуны выходят, ничего не делают, а уже смеются. Публика смеется. Почему это так? Потому что работает невидимый клоун. Может быть, другие клоуны это называют по-другому, но работает точно в состоянии. Состояние внутреннее. Вот к чему я это веду. А к тому, что когда вы работаете в состоянии невидимого клоуна, когда вы делаете все в состоянии невидимого клоуна, то вы уже в этом состоянии. У вас вообще нет никаких страхов сцены. Вы уже не боитесь публики. Вы просто хотите поделиться своим выступлением с публикой. Вы хотите отдать то, что имеете. Вы не можете не отдать. Солнце просто светит. Для всех светит. Просто берет и светит. Точно так же и вы, когда вы выходите в этом состоянии. Видимо, у клоуна вы просто отдаете. Отдаете часть себя. Отдаете то, что у вас есть. И все. И когда вы именно с такой мотивацией работаете, то у публики нет шансов. Она вас очень любит. И тогда к вам по-настоящему приходит успех. Не липовый успех, который вы можете потерять, а настоящий успех. Потому что такой именно успех вы потерять уже не можете. Потому что вы просто отдаете. Вы служите. Все служит друг другу. И невидимый клоун служит нам. Я надеюсь, что вам понравилась моя лекция. Если вам это понравилось, пожалуйста, читайте мою книгу. Невидимый клоун. И подписывайтесь на мои соцсети. А также я вам очень советую. Приходите на курс Крини Гусинской. Потому что это замечательный курс. Она вас 100% научит писать книги. И книги будут замечательные. Она действительно умеет. И знает, как это делать. Я вам желаю удачи.